Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В церковной среде есть темы, которые табуированы для размышления, разговора об этих темах. И когда люди приходят с вопросами по этим темам, даются самые какие-то общие рекомендации, общие ответы. И люди зачастую уходят неудовлетворенными, получив подобного рода ответы. Тема духовного кризиса, которую мы подняли в прошлый вторник в нашей студии, одна из таких тем. Как правило, когда человек приходит и признается в том, что у него кризис веры, что вера висит на волоске, что он подумывает о том, чтобы уйти из церкви. Человека обвиняют, осуждают и говорят ему о том, что значит ты и не был верующим никогда. И рекомендуют усилить пост, молитву и не задаваться подобного рода вопросами. Вот тема духовного кризиса встала и перед нами для обсуждения. Мы продолжаем обсуждать эту очень сложную и злободневную актуальную тему в нашей студии с клириком Петропавловского собора, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. В прошлой нашей передаче мы постарались дать самые общие какие-то характеристики кризиса, сказали о том, что кризис это суд в переводе с греческого. И тот кризис, который возникает в человеке, кризис внутри личностный, это попытка поставить под некое суждение свой прожитый религиозный опыт. И зачастую, как правило, когда в человеке этот кризис возникает, это, как правило, крушение самых мощных иллюзий. Иллюзий о себе, иллюзий о Боге, иллюзий о церкви. Можно сказать, что он оттолкнулся в сегодняшнем нашем разговоре о том, что человек, в принципе, задается фундаментальным вопросом, а кто же такой верующий? И являюсь ли верующим я? Вот как вы, например, определяете слово верующий? Вот человек приходит и спрашивает, верующий ли я? Кто такой, по-вашему, верующий человек? Это сложный вопрос. Врасплох вы меня застали, Ося Сергий, но... Можно поразмышлять. Да. Если человек может задаться таким вопросом, то однозначно, что в какой-то степени он верующий. Потому что меня, на самом деле, больше всего пугают люди, которые обратный тезис выставляют и говорят, я такой верующий, ой, у меня вера, я очень верующий, мне Бог всегда помогает. Мне с такими людьми трудно общаться, потому что я, наверное, не такой верующий, может быть. И поэтому ощущаешь, что не можешь ничего им дать, больше такой их огромной веры. И, с другой стороны, такая, конечно, скептическая закрадывается мысль о том, что, насколько это прочно, если человек так уверен в этом. Потому что, конечно, когда мы можем подвергнуть что-то внутри себя сомнению, это следствие более развитой психики, что ли, более твердой какой-то украины. Ну, осознанность некоторой. Это свидетельство о какой-то взрослости души. И наоборот, это какая-то детскость, которая... Ну, вот как вам кажется, верить в Бога – это что значит? Потому что для большинства людей, и поэтому у них наступает кризис веры, для большинства людей верить в Бога – это ходить в храм, исповедоваться, причащаться, соблюдать посты, молиться утром-вечером. Ну, одним словом, соблюдать определенного рода обряд, религиозный какой-то такой распорядок и так далее. Но потом, в какой-то момент, они вдруг сталкиваются с тем, что вот эта обрядовая сторона, либо она не дает какой-то внутренней силы, ну, то есть, когда, например, мы еще ряд причин на самом деле не назвали, которые приводят человека к духовному кризису, потому что человек может очень спокойно жить в иллюзиях и в представлениях о себе, о Боге, о церкви долгое-долгое время. Ну, вот, например, происходят какие-то трагические события. Кто-то умирает, кто-то заболевает, заболевает он сам. Увольняются работы, рушится вся карьера, вся жизнь идет под откос. Вчера ты был, там, не знаю, успешным бизнесменом, а сегодня ты вынужден, там, не знаю, развозить еду на велосипеде, на самокате. И все вдруг, вся твоя мировоззренческая картина рушится одномоментно. И вот эти вот внешние, как бы, события для твоей жизни, они вдруг тебя приводят, ставят перед вопросом, верующий ли ты. Потому что вдруг в какой-то момент то, что ты ставишь свечки, ходишь в храм, оно вдруг не определяет в твоей жизни ровным счетом ничего. Так вот, многие уверены, что верующий человек – это тот, кто исполняет обряд. Но мы с вами понимаем, что это не так. Вот если все-таки дать хоть какое-то покасательное определение, кто же такой верующий человек или что значит верить? У меня вот есть ответ на этот вопрос. Мне хочется просто услышать, что на эту тему думаете вы. Если не обряда вер, то что? Я думаю, что есть несколько, наверное, таких опорных точек. Я не знаю, получится ли из них определение связанное. Наверное, в первую очередь, это думающий человек. Вторая, то есть думающий, размышляющий, который ищет смысл. Вторая опорная точка – это забота о ком-то кроме себя, мысли о ком-то кроме себя. То есть человек, который способен периодически абстрагироваться от своих потребностей и видеть нужду ближнего, другого. Ну и третий, наверное, аспект, уже более религиозный, третья точка отправная – это человек, который ищет, наверное, предельного смысла и предельной заботы. То есть то, что один из богословов XX века сказал, что Бог – это предельная забота, предельная забота человека. Наверное, из этих двух наших земных вещей, то есть мысли о ближнем, забота о ближнем и поиск смысла, наверное, по-хорошему вырастает и вот этот более высокий этаж, религиозный, где уже вот эта забота о ближнем и поиск смысла, он устремляется в бесконечность, то есть к трансцендентному, недоступному Богу, чтобы в нем как бы найти абсолютный смысл и абсолютную заботу, абсолютную любовь в конечном итоге. Вот, ну, в принципе, да, и мне бы хотелось просто добавить еще одним таким, ну, моим тезисом, все, что сказано, безусловно, да, и мне еще кажется очень важным моментом, ведь в самом таинстве крещения, которое носит такую и просветительскую функцию в том числе, таится ответ на вопрос, кто такой верующий, на вопрос, и веруешь ли ему, человек должен ответить, верую ему, я ко царю и Богу. И всегда я обращаю внимание в момент таинства крещения, когда я его совершаю, что здесь неродительный падеж. Не верю в Бога, не верю в него, как в царя и Бога, вот, а верю ему, то есть это дательный падеж. И на мой взгляд, верующий человек – это тот, кто в полной мере обладает способностью отдаться в руки Божии. Одно из самых частых молитв во время общественного богослужения, да, ну, частые формулировки – «Сами себя и друг друга и всю нашу жизнь Христу Богу передадим». И мне кажется, вот, то, чему мы обучаемся посредством обряда, вот, посредством молитвословий, поста, милостыни, жертвоприношений каких-то, да, когда мы жертвуем и временем, и силами, это, в общем-то, научиться доверять не самому себе, а доверять Богу, вверять себя. В этом смысле все то, о чем вы сказали, думающий человек, осознанный человек – это высшая степень осознанности, когда я понимаю свои границы, границы собственных возможностей, и понимаю, что, ну, в общем-то, не все, как я хочу, не все по моему хотению, по моему велению, и я могу отступить на шаг назад для того, чтобы пропустить Бога вперед. Вот. Ну, вот в связи с этим, давайте, может быть, попробуем разобраться, какие варианты выхода есть из духовного кризиса. Вот приходит человек. Вот, условно говоря, стать верующим – это некая цель, сверхзадача, стать именно вот таким человеком осознанно, глубоко, чувствующим, думающим, заботливым, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это некая цель, мы к ней идем, но на этой пути есть ряд препятствий. И духовный кризис, собственно, он нам как некий индикатор служит, что вот сейчас то самое препятствие. Ну, на самом деле, мне немножко в другом ключе видится эта ситуация, а помог мне посмотреть на нее так отец Павел Великанов. Он в одном из своих видео затрагивал тему, вот именно, даже не видео, наверное, это был текст, тему вот пандемии и то, как мы входим в этот кризис, как мы тоже вот схожи с нашим темой передачи. И вот смотрите, потому что я так понял, что вашими глазами, то есть есть некая цель, и чередой кризисов, как по ступенькам, мы туда восходим, вот к такому состоянию осознанности, там, вот. Это, конечно, хорошо, но мне кажется, что сама вот такая постановка, сама структура, она уже таит в себе некий невроз человека закладывать, потому что кризис веры бывает разный, да, и бывает такое, что человек 10-20 лет ходит, и у него возникает резонный вопрос, а где я, да, вот как бы вот этот поиск себя, и он понимает, что он ни на какой ни на ступеньке, что вот он, как был 20 лет, так 20 лет и вот здесь он, да, то есть, да, он какие-то вещи менее тревожно может переживать, да, все равно какие-то плюсы есть, конечно, если мы начнем разбираться, вера в его душе все равно оставила, как бы, теплый след и как-то ему помогла, его согрела. Но вот такая схема, вот пока для меня, в моими глазами, она сейчас как бы не работает. И благодаря вот отцу Павлову Великанову, я посмотрел на это дело по-другому. Вот он так сформулировал, что есть вдох, а есть выдох, например, да, такой очень органический образ дыхания, скажем, да, вот. Когда мы вдыхаем, это все очень хорошо, потому что мы, там, обогащаем кровь кислородом, наши мышцы могут работать, там, мозг соображается, так далее, кислород нам жизненно необходим. Но за вдохом неизбежно будет следовать выдох. То есть, вот, как ни крути, все равно будет выдох. И вот можно рассмотреть вот этот процесс, череду кризисов, как вот череду вдохов и выдоха. И мы, когда, например, приходим в церковь, да, вот как вы говорили в прошлой программе, много для нас каких-то тревожных вещей, они как-то ослабляют свою остроту, там, страх смерти, страх одиночества, страх бессмысленности жизни и бытия. Они очень резко, как бы, теряют свою силу над нами, и мы, как бы, входим в такое пространство, где можем просто свободно передохнуть, подышать. Вот. А потом неизбежно нам мы окрепнем, и мы поднимаем эти вопросы снова, но уже с другой, как бы, с точки зрения, с другой высоты, скажем. Или просто, скажем, что вдохнув, нам необходимо сделать выдох, чтобы сделать новый вдох. То есть мы неизбежно выдыхаем, мы неизбежно какие-то свои старые конструкции пересматриваем и отправляем их с почетом на пенсию, там, ну, отправляем с почетом, вот, ну, скажем, в такое состояние, что да, я вот так жил, я так верил. Это мне очень сильно помогло, потому что иначе я бы сломался, я бы там был в депрессии непрестанной, может быть, там, и употреблял наркотики или покончил жизнь самоубийством. А благодаря вот моей такой начальной искренней вере я все эти вещи пережил более, менее болезненно, скажем, менее асоциально, там, тревожно для себя. Но сейчас настал момент, когда я могу эти вещи пересмотреть и по-другому на них посмотреть. И тогда это не значит, что... Ну, да, для меня самого и, может быть, для моих окружающих это выглядит, наверное, как потеря веры. Потому что, делая выдох, я, как бы, теряю вот эти точки опоры. Я, как бы, выхожу в такое состояние, где мне особо-то и не на что опереться. Но согласитесь, что в период кризиса, я не знаю, мне кажется, вы переживали, да, любой человек. Есть замечательный психолог Наталья Скуратовская, Скуратовская, ну, в общем, фамилия такая какая-то вот сложная, но она частый гость портала «Предание.ру». Ну, вот она, в частности, занимается эмоциональным выгоранием священников. И вот у нее есть интересное замечание на тему того, что если в вашей жизни не происходило ни разу духовного кризиса, значит, все очень печально. Вот, потому что, скорее всего, как происходит вообще вот этот вот выход? Она сравнивает кризис с грозой. То есть сначала набегают облака, облака формируются в тучки, тучки все зреют, 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 там все нагнетается, нагнетается, нагнетается. Молния, и происходит разрядка воздуха, и происходит разрядка вот этих туч. Вот молния – это и есть кризис. То есть, и, скорее всего, у человека, который духовного кризиса не переживал, это все еще происходит в стадии какого-то накопления. Ну, и понятно, чем дольше это происходит, тем разрядка будет мощнее. То есть там будет такой заряд молнии, то есть может человек вообще вышибить из лодки жизни и так далее. Ну, вот в связи с этим, значит, вот кризис, который мы проживаем, переживаем, любой из нас переживал его и проживает, возникает вопрос. Начал задавать, и вылетела мысль. Вот этот вот кризис, который возникает в человеке, он преодолевается каким способом-то вообще? Вот, то есть вот человек пришел и свидетельствует о том, что, значит, вера его висит на волоске. Вот он в чем в данном случае признался? И как это преодолеть? Ну, наверное, задача священника сначала разобраться, что именно отживает. И, наверное, задача, самое главное священника, показать человеку, что не отношение с Богом терпит крах, а отношение с тем образом Бога, который был в душе. То, что мы ему приписывали, то, что мы от него ждали, то, что мы надеялись от него получить. Ну, в общем, все то, что обросло на этом термине «Бог внутри человека», оно терпит как бы... Сам-то Бог, Он не может кризисов никаких терпеть, как мы в Писании читаем, что я и вчера, Христос и вчера, и сегодня, и тот же и вовеки. Ничего не происходит. Ну, он с нами, конечно, эту жизнь проживает, вот, пытается нам помочь, но с его личностным, сущностным бытием ничего не происходит. А происходит кризис, происходит пересмотр тех конструкций, которые мы вокруг него наставили, вокруг него настроили. И они, конечно, шатаются, падают периодически. И вот, наверное, основная задача священника — помочь человеку увидеть, что именно рухнуло. Не Бог же рухнул. А вот какая-то настройка, которую ты ожидал от него вот этого. Насколько это было правомерно? Насколько это было точно? Насколько это было его, а не твоя... Ну, а если человек поймет, что это его придумка упала, для него это не будет так болезненно, потому что зачастую-то люди воспринимают кризис веры именно как кризис отношений с Богом непосредственно. И вот мне недавно пришла такая мысль, что вот так часто бывает, что все эти настройки, которые мы строим вокруг Бога, они-то и есть идол, да, самый истукан, который, то есть нам, вот как мы говорили с вами в прошлой программе, нам проще жить в иллюзиях. Иллюзия, миф помогает нам как-то прочно почувствовать этот мир, незыблемо, может быть, более стабильно, надежно, да, вот так же менее тревогу, когда тревогу вот эту вот сбавить. И здесь неизбежно вот это крушение этого мифа, это иллюзия у Бога, этого истукана. И если человек это увидит и поймет, мне кажется, это уже будет начало выхода из кризиса. Если он поймет, ба, да это просто я же истукана, то есть это и есть грех. И до упоклонства в чем-то. И тут вот, понимаете, я думаю, что у человека возникает мысль, хорошо, это идол, это истукан, отлично, я в этом разобрался, но где тогда настоящее? Вот тут вот, да, состояние невесомости. Да, и вот это вот состояние некой невесомости, распутия, когда человек начинает чувствовать себя в абсолютно подвешенном состоянии. Мы, наверное, можно назвать, как бы, ну, три стратегии выхода вообще из духовного кризиса. Первое – это переосмысление, конечно, своего религиозного опыта, и, как мы уже сказали, здесь требуется максимальное такое напряжение духовных, умственных, интеллектуальных сил. И тогда человек выходит с усилением веры. Вторая стратегия, которую мы тоже достаточно часто сейчас видим, это расцерковление. Человек считает, что вся проблема вот в этой внешней институции церкви, вот, что Бог у меня в душе, и дальше я пойду в свободное плавание. То есть я с этим институтом ничего больше иметь не хочу, а вот дальше я буду богословствовать, вот, там, мне в этом помогут и религиозные философы, благо их немало, и Владимир Соловьев, и Розанов, и Бердяев. И вот я сам для себя что-то определю. И, наконец, третья стратегия – это полный разрыв с верой. Когда человек объявляет себя, там, в лучшем случае агностиком, а в худшем случае атеистом, говорит, что да, все это я себе сам придумал, и так далее, и психологи, психоаналитики, дядя Фрейд мне все объяснил, и так далее, и так далее. Вот, когда я вот это все наблюдаю, один, получается, из фундаментальнейших, получается, признаков человека, которым подвержен духовному кризису, это человек с несистемным, некритическим мышлением. Ну, вот, пример может быть такой, когда человек, например, истово верил в шестоднев, вот, а человек приходит к нему какой-нибудь ученый, да, и который обоснованно ему что-то рассказывает про теорию эволюции, про научные, новейшие научные открытия, и в нем рушится потихонечку вера в шестоднев, когда он себе четко 24 часа представляет день, что вот один день – это вот один день творения, всего было шесть дней, вот. Или даже бог с ним с теорией эволюции, когда ему просто ставится вопрос, а как вот отсчитывались дни, когда солнце, ну, светило, да, отмеряющие день и ночь появились на четвертый день? Как до этого дни? На пятый даже. Четвертый. Да? Да. Ну, не в этом, да. Просто как отмерялись первые три дня, да, и у человека, начиная, там, стратегии вот эти начинают, параллели начинают пересекаться, начинает какая-то такая каша в голове быть, и следующим этапом почему-то он делает вывод тогда, что все в Библии вранье, все в церкви вранье, и я, в общем, с этим… Хотя можно было бы просто критически отнестись вот к изначальной своей вот этой вот парадигме и какой-то вот структуре. Да. Вот. Я прошу прощения, перебил, да. Здесь как бы и церковное общество вносит, ну, свой вклад, потому что заявить вот так вот, что может быть не шезней, да, то есть очень много проповедников, которые как раз на эту тему говорят, что так оно все и было, и вот все, как в Библии написано, так оно и есть. Вот такой библейский фундаментализм, он, конечно, тоже присущ, мне кажется. Ну, сейчас как бы речь, да, не о нем. Поэтому, да, поэтому я и говорю, что человеку трудно разобраться, и, может быть, те, кто совсем порывает с верой, они просто вот, ну, не столкнулись с человеком, который мог бы им объяснить, в чем именно их кризис. Потому что часто, да, такая стратегия, что сам дурак, плохо молился, там плохо… И человек понимает, что это какой-то замкнутый круг, потому что чем больше он молится, тем меньше он в это верит вообще. Ну, вот об этом бы я хотел поговорить в самом конце нашего вот этого цикла, в следующий вторник, чтобы просто сейчас не разрывать. Потому что, действительно, мы видим, родители приходят, свидетельствуют о том, что у них дети, которые всю свою жизнь были воцерковлены, сейчас переживают какой-то кризис веры. Жены на мужей, мужья на жен жалуются, там, и так далее. Мы вот об этом, о том, как правильно себя вести вот в этой ситуации, мне кажется, надо более обстоятельный разговор там посвятить. Вот все-таки для того, чтобы человек в большей степени сам себя мог диагностировать. То есть вот мне бы хотелось, чтобы мы сейчас вот на этой теме. Вот приходит человек, он говорит о том, что у меня такой вот кризис, вера моя висит на волоске. Вот его последовательность шагов какая должна быть? Вот что бы мы ему могли предложить для того, чтобы он и последнюю ниточку, последний этот волосок удержал? Ну, наверное, надо сказать, что так бывает. Чтобы он не думал, что он сам какой-то такой, какой-то вероотступник. Ну, и объяснить, может быть, что вот это состояние неверия, как мы его идентифицируем, хотя мы с вами уже поняли, что это выдох, да? То есть есть определенный выдох, надо его прожить. И, да, наверное, это такая психологическая точка зрения. Надо помочь человеку прожить вот этот трудный этап. Объяснить, что он трудный, объяснить, в чем его задачи, цели этого этапа. И объяснить, что надо это прожить и этот выдох сделать, потому что без этого выдоха не будет нового вдоха, не будет новых сил. Отец Николаевич, спасибо. Я прошу прощения, задал обширный вопрос в конце передачи. В следующий вторник мы продолжим говорить о путях выхода из духовного кризиса и о том, как помочь человеку из него выйти. Смотрите на следующий вторник. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин